В честь медалистов организаторы устроили настоящую голливудскую вечеринку, красная ковровая дорожка, фотозоны со звездами и многое другое. Девушки в вечерних платьях, юноши в костюмах Полина Агеева призналась, что тщательно продумывала свой образ, выбирала наряд, прическу, макияж. Всем хотелось блистать в этот день. На самом деле я готовилась еще с зимы, то есть я понимала, что я стараюсь идти на медаль, что ты должна быть красивой. Прическу подбирала долго с мамой, мерили очень долго разные платья. В общем, мы нашли наконец вот это вот. Ребята с трудом скрывали свое волнение пройти по красной ковровой дорожке, когда тебе плодирует весь район. Этот момент навсегда останется в памяти каждого медалиста. Ну что, идем, Саша, вместе с тобой по красной ковровой дорожке. Поделись, что ты сейчас чувствуешь. Это было очень долгожданно, многообещающе. Я надеюсь, что сегодня будет очень хороший вечер. И Иван Андрей Робертович устроит нам шикарное шоу. Как куются золотые медали, Саша? Сколько тебе понадобилось сил, чтобы завоевать ее? Очень много многолетней труды и за старание не увенчаюсь успехом. Я хочу сказать, что это будущее нашей страны, это будущее нашего Одинцовского района. Я искренне верю, что эти звездочки, которые сегодня идут по красной дорожке, они обязательно вернутся на Одинцовскую землю. Очень всех люблю. От имени всех жителей Одинцовского района еще раз хочу поздравить всех с праздником. Родители приехали поддержать медалистов и разделить с ними этот счастливый момент в их жизни. Юлия Алексеева на протяжении всех 11 лет, пока училась в школе, ее дочь Софья видела, как много труд и сил вкладывает она в обучение. Как стремится все задания выполнять на отлично. Огромную гордость ощущаю за свою дочь. Огромное спасибо нашей школе, нашим преподавателям, что смогли дать этот базис ребенку, чтобы она дальше пошла в жизни с таким прекрасным бэкграундом. Среди медалистов немало стобальников. Ребята стремятся к высоким результатам. Они много времени и внимания уделяют образованию. Конечно, без помощи наставника и родителей сложно добиться такого высокого результата. Здесь важны три стороны образовательного процесса. Характерной особенностью этого выпуска станет увеличение количества стобальников. Но не это даже, наверное, самое главное. Самое главное, что мы идем правильной дорогой. Качество обученности выпускников повышается. Это показывают единый государственный экзамен. К примеру, около 90 человек. Балл выпускной достигает 98 баллов. То есть это высокий результат. При почти 90 человек выпускников в районе немножко не дотянули до 100 баллов. Большая честь получить золотую медаль из рук главы района. Это признание важно для каждого выпускника. Талант дается Богом. Способности отчасти заложены пеной. Но настоящий успех каждого человека зависит только от него самого. От кропотливого ежедневного труда. И чтобы подняться на такую вершину, нужно верно расставить приоритет. Не давать себе поблажек. Выработать самодисциплину, волю и настойчиво. Рассчитать силы и дыхание на длинную дистанцию, что тоже очень непросто. И вы, ребята, настоящие, мощные, интеллектуальные марафонцы нашей эстрады. Бал длился почти целый день. Выступление звезд отечественной эстрады, танцевальный мастер-класс. Организаторы постарались создать настоящую голливудскую атмосферу. Я чувствовал себя очень хорошо, потому что это действительно заслуженно было. С моей стороны я приложил очень много усилий для того, чтобы получить золотую медаль. И, в принципе, я всем очень доволен. Это очень ответственное мероприятие. Мы к нему долго готовились и долго шли к этому. Я очень рада, что мы все-таки стали медалистами. И это очень ответственный шаг для нас, первая такая ступень. Вот. И переполняет, наверное, волнение, скорее, сейчас и радость. И гордость за свою школу, за свой класс. Медалисты с удовольствием рассказали о том, как получить золотую медаль. Секрет прост. Надо учиться, учиться и еще раз учиться. Когда привыкаешь учиться на отлично с первого класса, это уже не сложно, это привычно. Ты знаешь, что нужно делать эту работу, нужно трудиться. И в конце будет вот такая награда. В завершении праздника были выбраны король и королева бала. Ими стали ребята из Большевиземской гимназии. Дарья и Дмитрий одними из первых прислали свои фото на конкурс. Их мечта сбылась. Они получили высокие титулы. Это был просто восторг. И такая гордость переполняется самой собой и тем, как мной гордятся мои родители. По сути, мы же это все-таки заслужили и получили то, что заслужили как раз. Медалисты – это без сомнения золотой фонд Одинцовского района. Это наша гордость и надежда. Впереди у выпускников поступление в ВУЗы. И хочется, чтобы они выбрали верную дорогу. Ни пуха, ни пера. Школа, прощай! Ура! 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 Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.